всем привет вы на канале наша жизнь в америке мы сегодня с катаринкой вам покажем как сделать в домашних условиях цинамоновые роллы наши дети ходили на какое-то мероприятие посвященное зайка чему новому году рождеству христу и там детям показывали представление показывали город показывали как родился нет я пытаюсь помнить это слово ясли где был рожден иисус там нужно было посмотреть все это рассказывалось полностью история как что это было в азиатской церкви вообще есть готов это было очень интересно мне очень понравилось как это все прошло и после того как завершилась история когда уже сказали что вот пришли пришли люди посмотрели на иисуса все и потом для деток были организованы и всякие активности где они могли себя попробовать в одном месте нужно было сеть и рыбу ловить ну рыбы игрушечная они забрасывали сеть ловили вытаскивали рыбу и в это время тот человек который проводил это но это активно для детей он рассказывал об иисусе что-то в следующем месте что мы делали игрушки из глины по моему да потом у тетеньки что мы делали которая в школе работает раскрашивали игрушки на елке там серьез покажем их уже повесили в следующем месте мы делали бутылочки наполненные смолой смолой дети сами камешками смолу раздарбливали заполняли маленькие стеклянные бутылочки сашу ничка у тебя бутылочка на шейке на цвета снял его на сошел не пойти потом покажу и в пятом месте дети делали собственно вот этот хлеб их не надо готовить давай катаринка дальше выступать мама свободна ну и вот собственно катаринка сейчас будет готовится я вам покажу значит для этого мы что делаем пьем хлеб и я сам просто обрезаем корочки и ложным тогда это будут уточки кушать и скоро еще мы приготовили значит вот такую смесь из сахара обыкновенного и из корицы мы ее купили в волмарте вот такая вот она уже молотая я вам могу показать что у нее сзади написано так и что и в общем-то у нее тут особо ничего не написано корица как корица короче на такая банка кстати 8 долларов по моему стоит до защиты потом 8 с копейками потом для на маске мы купили вот такую вот в центах короче как это сказать им короче она это катаринка просто это крем по вкусу он должен быть похож как нет я хотел сказать маршмеллоу маршмеллоу вот там написано да сейчас и он такой воздушная по ходу похоже на взбитые яичные белки очень сладко очень вкусно держи сейчас я покажу бери пробуй так вот значит чего там у нее ингредиенты какие и nutrition факты и хотите почитайте ну и собственно вот катаринка приготовила хлебушки мы приготовили вот эту вот смесь из корицы и сахара так нож убираем тебе не нужно кстати вот этого сахарница приехала с нами из беларуси мы не очень много вещей забирали но некоторые особенно памятные мы забирали и вот это вот скалочка тоже зайка что там хотел сказать это скалка так сказать моя первая скалка очень до того момента как мы стали серьезно вместе жить я вам скажу так я готовила макароны по инструкции если на пачке не было указано этого мне было очень тяжело потому что я не знаю это моя скалка которая 16 лет уже со мной передаю я скажу как ты уху сварила первую или пожарила 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 я захотел жареной рыбки маришка мне пожарил я думаю надо было уточнять что оттуда нужно кишки доставать потому что знаете не все об этом в курсе в общем я пожарила сереже рыбу прям с кишками со всеми делами ну поехали ну и в общем что вы делали с ним рассказывай показывай начинать мы бьем два хлеба какие поезда и ложишь так зайка может дай пожалуйста куда-нибудь их складывать дочери так я ожидала вам пакетик нет готовые или накатанные как там можно корочки сложения ты можешь кстати я же снимала детей только не танки да давай тепло тачим пока да эти положи туда чтобы они тебе не мешали раскатывать еще один подносит дать для раскатанных потом лишь ну мы туда все возьмем ну в общем начиная процесс так то есть пока она не как бы вместе немножко передвигать на подносит убери короче раскатываешь до очень тонкого и чтоб они слиплись между собой да я когда была там в посещала как листик тоненький диалога подними покажи все лица два кусочка превратились в один целый не разваливаются и они очень тонкие стали так что дальше на на паре масло или вот это вот это ж намазка у нас будет это на вехать сейчас заминочка зайка нам еще масло надо да чё-чё ложу масло и потом ложилась и грамоту катарина она не масло использовала а белый взбитый крем но мы его заменяем вот на это у нас один ингредиент под загулял его надо придавливать зайка рвется хлебушек там наверное было более жидко так 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 не пойдет не на надо зайка показать давай я покажу его надо придавливать просто и ложить его не надо размазывать до катарина вашей побольше проблема она клейка она клейка она не мысли место то было более такое макеова промахнулся с ингредиентами но можно этим намазать надо не размазывать а просто ложить положил придаваясь положил придаваясь следующую катаринка да вот это можете ложкой давайте давай переделаем этот хлебушек этот хлебушек порвался у нас давай новые скатаем этот можно попробуй ну расскажи впечатление от недоделанного цинамон ролла нормально хлеб с зефиром нормально сейчас катаринка сделает новый я пока это тема почти же и намазывай знаешь как бери ножом ложи и просто придавливай просто как бы оставляем не маш да вот так вот положили все не тяни хлебушек чтоб хлеб не рвался к буду вот так просто макать в корицу катаринка разровняй нам еще один я на этом попробую зависит не будет получаться надо будет завтра решить это да получится зайка ну у дочери нет опыта намазывать например а у тебя есть ну расскажи нам в общем ты хотела чтобы мы сняли видео без тебя но наверно не получилось потому что вы ингредиент не тот но ничего следующий раз будем делать другим ингредиентом все ты понял огромная катаринка побольше ложится но тогда лучше размазывать так мы что теперь делаем мы можем посыпаем наверно посыпаем давай прикольно ты посыпала потом ты посос прорвести выглядит хорошо и это даже не надо готовить давай что дальше теперь надо как-то скрутить да скручиваем это в рулончик а потому что много не надо было хватать корейцы что жгет язык иди попей вон там водичка так в общем катаринка скрутила вот в такую колбаску оно должно было как-то склеится там между собой да так рулетик готов осторожно ножик очень остро и нарезаем вот тогда вот готов отлично ничего одно высыпается ничего просто можно положено ничего зайка потом надо наверх а сверху надо еще больше бери нет и мало взялся возьми больше вот ты прижми да спасибо короче вот такой саму новый ролл антоша иди снимай тест я боюсь не бойся не боишься ты прямо решил его не кусать надо воды надо запивать на чем-то молочком к этим бери этого больше не бойся вот так вот и как-то так да только ты его сильно сдавливаешь сильно плоский ложь надо его так вот чтобы он кругленький был ну вот такие вот получаются роллчики подавать с чаем и с кофе а тот сломался не получится давай доделай потом уже или ты сразу ну давай расскажи как это прожуй а ну так сильно не делает то есть это шок на изаке тоже там есть тот марш мало крима и хлеба не жгет сильно а когда без хлеба то немножко прижгло да но если вы вижу на ютюбе больше больше чем это и после ему пьет это плохо ну что будешь еще делать давай мы так много хлеба больше больше да давай конечно надо везде в общем сейчас катаринка сделает а потом покажем что получилось процесс поняла же прямо сюда она будет укатываться это будет хорошо зайка части тарелочку нам подойти готовы ну вот готовый продукт целая тарелка цинамоновых роллов мы решили сверху их вот так вот не украшать этой пудры потому что и так очень сладко получается катаринка предлагает придут продолжает там лепить что-то что ты решила сделать продолжает кулинариц короче вот такое незатейливое блюдо сладкое можно сделать дома прямо с детьми и и мы его узнали вот благодаря тому что дети ходили на это мероприятие и чего-то интересного там узнали вот катаринка выдвинула идею что можно еще туда положить сыр и сделать такие роллы так правильно сыр на мясные короче ну что можно сделать не только сладкий а можно еще и короче можно сделать на завтрак а потом этими еще и закусить вот в общем из градиентов получается вам надо будет либо белый хлеб либо батон желательно чем свежее тем лучше чтобы он лепился и скатывался хорошо вот потом какая-нибудь намазка но лучше маслянистое у нас есть масло но она в морозильнике замерзшим маслом не получится намазать то есть если вы возьмете сливочное масло это будет нормально или какую-нибудь вот такую пасту но не тут что мы купили потому что она очень липкая и получается ее невозможно намазать и корица корица с сахаром вот а если все эти ингредиенты поменять а просто оставить такой смысл то получится вот катарина придумала сделать с кетчупом сыром и сосисками может быть следующем видео покажем все это был маленький кулинарный влог от молодой хозяйки катаринки вы были на канале наша жизнь в америке и увидимся в новом видео пока бай бай и и и и и и Продолжение следует...